В наш быстротечный век романтические ухаживания и свидания уже что-то из разряда сверхъестественного. Молодые люди и девушки знакомятся в кафе, добавляются в друзья, в социальных сетях и знают друг о друге все уже через 15 минут общения. В инстаграм оценил твоего кота завтраки маникюр, на фейсбук не согласился с гражданской позицией, в твиттер лайкнул комментарий подруги и потерял тебя навсегда. А где же романтические прогулки под луной и серенады под окном? Ведь ухаживания очень важны для женщин. Почему? Сегодня как раз и поговорим об этом. Существенная разница между женским и мужским взглядом на романтическую связь в отношениях заключается в том, что мужчина руководствуется сиюминутным впечатлением, а женщина эффектом накопления от знакомства. Поясним. Мужчина в силу своей природы сначала воспринимает зрительный образ. Он особое внимание обращает на пропорции женщины, ее походку, манеры и даже запах. Если образ повстречавшейся женщины совпадает с представлением молодого человека об идеале, он может влюбиться сиюминутно. Гормоны зашкаливают, он не понимает, что происходит. Да, иногда это просто влечение, иногда влюбленность, но и любовь с первого взгляда никто не отменял. Для женщины очень важны ухаживания мужчины. Женщина чувствует свою женственность, а мужчина чувствует какой-то свой подъем, что он мужчина и может как-то проявлять какие-то знаки внимания. Женщина же в своей системе ценностей на первое место ставит заботу со стороны мужчины, что он точно гарантировать на первом свидании не может. Да, мы обращаем внимание на сильные руки, мощный торс, но не сопоставляем физические преимущества с заботливостью. Она проявляется со временем, когда мужчина запомнил ваши любимые цветы и подарил на свидание. Когда приехал забрать воспромокшую от дождя, вот тогда приходит влюбленность или любовь. По прошествии времени. То есть любовь с первого взгляда, как вы поняли, это скорее прерогатива сильного пола. Как ни странно. Вот почему нужны ухаживания и важно женщине их не отклонять. Мужчина раскрывается как потенциальный спутник жизни или романтический партнер именно через ухаживание. Что же дают ухаживания женщине? Во-первых, раскрывается истинная женственность. Если девушка благосклонно относится к ухаживающему молодому человеку, демонстрирует хорошие манеры, не отталкивает его, она усиливает свою женскую энергию. Важно понимать, какие цели вы преследуете своими действиями. Если вы не видите с ним будущего, не дайте мужчине сильно увлечься вами, чтобы не разбить его сердце. Если ей парень нравится, если она хочет с этим человеком дальше строить какие-то отношения, встречаться, она может принимать вот эти как раз ухаживания с другой стороны. Но если этот человек ей не очень симпатичен, если ей что-то не нравится, она не может принимать вот эти комплименты, и сразу нужно поставить какие-то границы и барьеры, для того, чтобы показать, чтобы не давать ложных надежд человеку. Какие ухаживания женщина принимает с большой охотой? От мужчины, который испытывает активный интерес. Сколько у вас может быть тайных воздыхателей, а вы даже не знаете, ведь они не пишут вам писем, не присылают цветы, даже не здороваются. Шансов у таких партизанов немного, ведь они боятся или не умеют ухаживать. Активные ухажеры проявляют себя во всем. Они тактично интересуются о вашем прошлом, хотят узнать вкусы и предпочтения, не забывают звонить, придумывают досуг, готовят сюрпризы. Такие мужчины льстят вашему эго, и, конечно же, у них больше шансов завоевать ваше расположение. Истинная женщина, накаляя страсти, остается чуть-чуть недоступной в такой ситуации. Нет, она не клеит из себя недотрогу, и ее секрет – это недоступность, которая толкает мужчину на подвиги. Мужчина по своей природе всю жизнь чего-то добивается. Он любит быть героем и готов рисковать. Вот почему немного неприступности и загадочности делают девушку в его глазах еще более привлекательной. Ему хочется добиваться и добиваться этой женщины, ухаживать за ней с тройной силой и знать, что при жизни с ней всегда будет шанс на подвиг. Мужчина, который может стать героем в чьих-то глазах и не раз, счастлив по-настоящему. А это значит, что ухаживание приносит счастье не только женщине, но и мужчине. До встречи в следующей рубрике. И помните, любовь никогда не перестает. Редактор субтитров А.Семкин